То, что некоторое время в программе «Дом-мелый дом» не появлялись сюжеты про комплекс бань на Малиновой, русские бани на Малиновой, вполне объяснимо. Так же, как и я, но я реконструировал квартиру, здесь строилась новая баня под названием «Горница». Это баня номер 9. И вот сегодня мы с гордостью представляем эту новинку. Эта тенденция называется «Стремиться стать лучшими банями». И теперь уже в России, что ли? Потому как, повидав многое, лучше комплекса русских бань на Малиновой не найти. И сегодня то, что ранее было с тройкой, закончено. И логичное завершение – баня наипродуманнейшая. Дело в том, что улучшить традиционную парную логичного размера вряд ли удастся. Но вот добавить изюминки – так это пожалуйста. И мы их после перечислим, но для начала становимся на том, без чего реально получить удовольствие не получится. Это мы про профессиональных экстра-класса парильщиков – русских бань на Малиновой. И для того, чтобы все было по-честному, нам пришлось пропарить собственную камеру. Ибо, внимание, это не имитация, это реальные съемки парной. И поддаем, и паримся мы по-честному. Слегка, скажем так, превышая эксплуатационную температуру камеры. Здесь мне, честно, понравилось больше других. Потому что бани-то разные, а парилки размером одинаковые. Но эту явно придумывали для съемок. И места и для камеры, и для парильщика, и для того, кто получает удовольствие, достаточно. Ну а на вопрос, почему мы так концентрируем свое внимание на парении, скажем, оригинальных технологий парения здесь чуть ли не два десятка. И ни один друг в ваших дней суровых не пропарит вас так, как это сделают здесь. И даже не пытайтесь. Ну а теперь, собственно, все те изюминки именно этой бани, в ряду русских бань на Малиновой 9-й, и с чисто русским названием – горница. Немногие, но слышали про хамам. 30% населения России – это этнические турки. В большинстве из нас эту кровь не вымыть, так как Турция – это не только наша курортная зона, но и родственник, с коим мы на протяжении всей российской истории зарубались, то есть морды били друг к другу, за исключением, пожалуй, последних 90 лет. Поэтому хамам этой бани придется по душе большинству. Для тех, кто еще не понял, это влажная парилка паром, и прогрев еще и теплым камнем. И для тех, кто Турции предпочитает Грецию и Италию, назовем хамам термами. Принцип один и тот же. А здесь вам еще и пилинг сделают. Ну и распаренных таких чистых до стерильности ждет, естественно, подогреваемый бассейн с подсветкой. А здесь и это все не просто так. Данный бассейн оборудован еще и двумя воздушными гейзерами. Первый у бортика, а второй по центру. Причем второй напрочь отбивает желание ехать на Камчатку или в Исландию. Поплавать в таком бассейне, как и попариться, и промяться, и помыться удовольствие, которое стоит повторить. Ну а пока вы паритесь, моетесь, не лишним станет столик заказать с яствами. Главным из которых будет пенный медовый напиток. Специально разработанный, фирменный, от русских бань на Малиновой. И кстати, кто вам сказал, что пиво и водку надо в баню? Брусничный морс и облегченное меню. Хотя, при желании, сделают и то, что вы можете только придумать. Конечно, в таких банях приятно провести время именно компанией. Я не знаю как и кто дизайнер, но душа у человека и фантазия фонтанирует. Шикарная длинная лестница ведет вас на второй этаж в клуб. И пока внизу парятся, плещутся и неформально общаются, партейка другая в русский бильярд, возможность просто отдохнуть и посмотреть в ней эфирные каналы. Да и все-таки еще раз про дизайн. Все, что вы видите в пятерках по всему миру, в пятерках лучших здесь реализовано и улучшено. Вот, например, из детства сказку про царевну на горошине, помните? Или про Эмелю, путешествующего на печи. Ну вот такая произвольная комбинация с подсветкой. Есть такой загадочный и бесконечный отель в Турции. Адам и Ева. Там зеркал несколько десятков тысяч, если не миллионы. И здесь есть возможность бесконечно долго смотреться в бесконечность. Парящие невесомые кровати из отеля, в котором вам не бывать. И здесь присутствуют. В общем, если кто женится в сентябре или планирует это сделать, вообще в качестве свадебного подарка от кого-либо с удовольствием получит день-два в абсолютной сказке. Кстати, у меня на момент написания сюжета браку 10 лет. Так что место, где бы я хотел это дело отметить, как-то определилось само собой. И с этим вопросом я хозяин русских бань. И вот пока вы смотрели на тело красивое, тело некрасивое, снимало все это очаровательное создание под названием баня номер 9. Комплексы русских бани на Малиновой. Естественно, оно проголодалось и так уж повоеводится, что надо бы подкрепиться. Причем самыми русскими блюдами. Как-то солянка, жаркое, картошечка, сальцо и семночка. Потому что в русские бани надо ходить отдыхать. Не тащить сюда кучу еды. А здесь еще и так можно. Здесь можно получить максимум удовольствия. Потому что все продумано и как-то более чем сделано для людей. Поэтому рекомендую всем приходить сюда регулярно. Вот, казалось бы, что может быть такого в картошечке. А очень сильно захотелось даже после него подливу. Потому что это моя любимая картошка со сливочным маслом, чесночком и укропчиком. И копченое сальцо. Залетается. После тяжелого рабочего дня. Перед выходными, да и на выходных. Лучший комплекс русский бани на Малиновой. В качестве альтернативы дорогому отдыху. Я вам не смог предложить. Ну что ж, короткое, жаркое, южноуральское лето заканчивается. Да и, если честно, период экстремальной жары тоже. Нас ждет дождливая осень и будем надеяться комфортная зима. Да будет холодно, зябко и промозгло. Но будет и жарко, и тепло, и уютно. Потому что нам, магнитогорцам и гостям города, есть подарок в виде лучшего комплекса. Настоящих русских бани на Малиновой. Сюда ехать недалеко. Цены здесь не кусаются. Отдых здесь на пять с плюсом. Нет ни напряг, ни зависти. Нет ничего, что гнетет нас каждый день. Потому что бани – это чистое место. Без начальников и подчиненных. Здесь равны и солдат, и генерал. Потому что это часть нашей жизни. Очищение от забот и тягостей. И чаще здесь бывает, живешь и дольше, и чище, и спокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok